спасибо всем кто остался на заключительную сессию сегодня game design review сейчас под конец выступит всем знакомый и любимый артем волков который не код и рассматривать он будет любопытную на мой взгляд мимо rpg под названием эльтерия adventures а соответственно отвечать за все проделанное в ней будут непосредственно разработчики геймдизайнер креативный директор и т.д. и т.п. его и издатель игры рудольф привет привет всем вот ладно в общем смотрите я очень то выбрал вашу игру почему потому что она меня просто заинтересовала потому что я люблю вообще всякими мошечки sandbox и и так далее вот вы значит что просили просили чтобы посмотрели тутор и в туи да ну первый час про ретеншин мы поговорили оценил фидбэк про механики вообще там система вашей игре вот в общем то первый опрос мой изначально я столкнулся сразу с такой проблемой к зашел в настройки хотел выбрать разрешение я его не нашел ага тут к суть в том что мы это еще в процессе то есть настроечки разрешение обязательно будет и будет гораздо больше настройки чем сейчас есть да окей всякие социальные настройки что когда скорее всего они будут примерно в январе что-то вроде такого то есть у нас нет того что мы их планируем через год водить у нас это вот меня вот они не как только игра выйдет в открытый более-менее доступ там будут все настройки которые которым люди привыкли хорошо это альфа ладно я в общем-то это альфа версия при загрузочном экране все написано альфа версия типа ребята все можно вообще выглядеть по-другому я понял это ясность не придираюсь просто я обратил внимание что многие сейчас делают либо какие-то неполные настройки либо блин вообще там нету то есть почему то так игрок которая релиз так бывает у нас идет даже у нас даже управление можно настроить уже я вот не буду нажимать но если нажать редактировать персонажа да то нельзя вернуться назад в это окно то есть если только отменить только выйти вообще из игры и сменить персонаж так как я не буду продолжать конечно своим персонажем и будем смотреть а вот я конечно просто нажму сменить персонаж, да, и создать новый. То есть вот здесь можно, в принципе, вернуться, выбрав вот мой персонаж, да, но если я нажму создать, то вот тут уже никак. То есть на то окно я вообще никак вернуться уже не могу. Да, это небольшая недоработка. Да, смотрите, далее. Далее. Во-первых, сразу по этому окну хочу пробежаться, хотя это не то, чтобы геймдизайн, да, скорее, это и экспроектирование, там, вот это все, но в любом случае просто что меня зацепило сразу? То, что у вас персонаж меняет плоскость, вот. Я там дальше обратил внимание, что вы, похоже, используете при входе в инвентарь точно персонаж на сцене, вот, то есть у вас там просто камера там подлетает, да, к нему как-то он меняет свое местоположение, вот. Почему здесь не сделать то же самое, то есть камеру можно, вот персонаж стоял здесь у вас на плоскости, да, а тут он стал вот таким большим. Почему просто камеру, ну, к нему не подвести точно так же, чтобы он стоял на плоскости? Если честно, у нас сейчас даже задачка висит с синематичной камерой, мы сможем писать штуки, которые смогут эту самую камеру водить, это будет использоваться не только для этой менюшки, это будет также использоваться для квестов, например, тебе нужно пройти какой-то курс, типа, как в Марио или как в Сонике, тебе будет показываться этот курс сначала, а потом ты будешь шоу проходить. Понятно. Или же, да-да-да, или же ты получаешь, например, свой личный дом, и те сначала облетают, типа, по твоему острову камера, и потом ты уже, собственно, играешь дальше, да. Вот, в общем-то, персонаж, ну, понятно, такое создание персонажа, в большинстве тайтлов используется, типа, там, например, Реал Дорс Кросс Онлайн, там, или там Форшвиц Фаер, Цитадель Форшвиц Фаер, который я взял за, типа, пример, потому что я буду некоторые вещи из него применять, как Life's Feudal, ну, в общем, везде, на самом деле, так персонаж создается. Ну, да, на самом деле, мы смотрели. На постаменте, я имею в виду, просто вот они стоят, но они стоят вот на плоскости. Ладно, давайте пока я нажму случайно, вы там можете рассказать. Девочку, девочку возьмем, да, случайно. Вот, немножечко пока непонятно точно сеттинг вашей игры, вот, но по описанию я понял, что это у вас MMORPG, сэндбокс, где главная кора фича у вас это разрушение, правильно? На самом деле, главная кора фича, пожалуй, это разрушение, но есть еще одна особенность, которая не так часто встречается в MMORPG, это то, что мы очень много взяли элементов из платформеров. Плохое имя. Почему персонаж плохое имя? По-моему, на русском еще нельзя называть, просто напиши персонаж. Вот, мы взяли довольно-таки много механик и сплатформеров, хотели вот объединить такой Майнкрафтный немножко мир с штуками из там Соника, Марио и так далее. Такая вот задумочка. Вот, что дальше? Дальше что? Ну, я, конечно, начал сравнивать вашу игру с прекрасными такими играми, как Genshin Impact, которая недавно вышла, да, Album Online, Ultima Online, World of Warcraft, ну, Зельду я взял как пример Open World и хорошего обучения на ней ММО. Такие, как Elders Cross Online, Tree of Life, есть такая игра, Citadel Forged with Fire и Life's Feudal, потому что это тоже, вот, две последние, тоже три последние, это тоже сэндбоксы, в которых, в общем-то, ну, есть какой-то лор, да, но, типа, можно играть, в принципе, как ты хочешь. А тем более в Life's Feudal там еще и терраформирование есть, вот, которое тоже, оно не то, чтобы прям охеренно на самом деле классная фича оказалась, потому что я потом расскажу чуть попозже. В общем, вот, то, что вы говорили, вот, вы хотели насчет тутора, да, первое, чтобы получить какой-то коммент, да, ну, вот сразу мы видим, что здесь, здесь куча лишних кнопок, например, это вот строительство, которое вообще не работает, ну, типа, оно непонятно, неизвестное пока мне, мне про это ничего не говорили, я ничего не знаю. F6 кнопка цветная, как будто активная, но ничего не происходит, я не понял, на самом деле, как это работает. Правильное замечание, на самом деле, вот этот вот интерфейс, который пока что непонятный для игрока, вот все эти пустые шорткаты и прочее, прочее, мы решили, ну, мы обязательно будем перерабатывать все функции типа строительства или там душ, монстров и так далее будут появляться на интерфейсе по мере их объяснения и доступности. Это все, конечно, уже запланировано. Есть такая, да, фраза у нас магическая, мы об этом уже подумали. Вот можно, в принципе, начинать с нее, чтобы было сразу понятно, что вы, как бы, уже в курсе этой проблемы. Вот, далее что, насчет тутора. Я сразу для себя, вот, выделил, например, вообще несколько видов MMORPG. Это вот сэндбокс, да, в котором, в принципе, достаточно большая свобода у игрока и стори-дривен RPG, это вот типа MMORPG, типа того же World of Warcraft, например, да? Да, да, да. Она исключительно стори-дривен, никакого сэндбокса там в помине нет. Вот. И какие бывают, значит, туторы в этих вот типах, мною выделенных, может быть, есть еще какой-то тип, но я вот на такие два, условно, большие, два больших типа разделил. Это вот, значит, первый тутор. Это когда вообще полное отсутствие тутора, да? Это, например, как в старых RPG, MMORPG типа Ultima Online, да? Там вообще туторов нет, там типа надо самому все исследовать, со всеми говорить, и они тебе там будут подсказывать, вы там будете выяснять, и вот это все, и да, цель там, в общем-то, достаточно непрозрачная, нужно самому их ставить и так далее. Потом, значит, прибитый гвоздями, это когда вот типа как Albion Online, да, хоть он там и считается типа более-менее там с открытым миром или что, значит, этим, продолжателем Ultima, да, но там прибит полностью гвоздями и вообще абсолютно линейный тутор, там прям указатели конкретно, встань сюда, дальше там триггеры запускаются, вот это все. Вот. И третий, это такой совмещенный, я его называю. Это такой тутор, который, он типа сюжетный, да, там есть тоже триггеры, есть места, в которые надо пойти, но он типа ближе вот к такому сэндбоксу и отсутствию, то есть, например, как в Зельде, или как мы видим в Genshin Impact тоже, они реализованы через помощника, или в Зельде через диалог, там нет помощника, но там есть диалог, то есть там и лендмарки, самое важное для таких туторов, это, конечно же, лендмарки, то есть первым делом, когда ты в Зельде выходишь из пещеры, да, ты сразу видишь дорогу и такой лендмарк с настоящим персонажем, там под горой просто стоит персонаж, и естественно, первым делом, что ты, ну, будешь делать, ты подойдешь к нему и поговоришь с ним, вот, соответственно, он тебя начинает обучать, он тебе просто показывает, никаких там указателей на карте нету, он просто показывает, что есть на локации, там камера налетает, показывает вот это. Да, да, да. В Genshin, например, они как сделали? Они сделали вообще помощника, то есть за плечом у тебя летает какое-то существо, которое в нужные моменты тебе говорит, что делать конкретно, да. Мне такие больше нравятся, потому что я считаю, что вот Albion Online, например, это устаревшие, в смысле, устаревшие туторы, когда тебе показывают конкретно иди туда и стрелка, да, ну, по мне так это просто устаревший уже дизайн, вот, то есть хочется как-то больше, знаешь, погружать игрока в игру, чтобы он прям вот ощущал себя единым вот с этим миром, без всяких дополнительных там... Ну, да, 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 Сильдия вот этого платоа наверху. Сильдия вот этого всего, да. Вот, поэтому что? Поэтому что? Поэтому дальше. Создание персонажа, я уже сказал. Вот, по поводу создания персонажа. Пока что вообще, конечно, ничего не понятно, ну, то есть, как обычно делают, иногда делают описание, какие там классы есть или что там, да? Какое-то словесное более-менее. Звук совсем не слышно. Вот, у вас, понятное дело, альфа ничего этого еще нет, может быть, вы это когда-нибудь напишите. Персонаж сразу, стилистика такая несерьезная, да, что-то такое фановое, веселое, какая-то гитара, которая является оружием, да, какие-то вот цветы, которые там можно побить. Вот, но первое, что я обратил внимание, это вот вы говорите разрушаемость, было написано разрушаемость в этом, да? Ага. А здесь вообще ничего сломать нельзя, в смысле совсем, абсолютно. То есть, даже какое-то дерево побить нельзя, оно вообще никак не реагирует, блин, на мои вот инсинуации, да? Мы решили примерно так, что где-то вот через самых первых минут игрока, типа, не стоит на разрушении всего-всего концентрировать, и это, типа, будет дальше. Да, это может быть правильно, это может быть правильно. Еще я не понял, вот эти кристаллы, я так понимаю, что они у вас обозначают, типа, ну, точнее, помогают игроку быстрее двигаться и показывать направление, куда идти, правильно? На самом деле, у них довольно-таки много ролей, они ускоряют игрока, это как колечки в Sonic the Hatchcock серии, ты, когда в открытый мир уже выйдешь, ты их сможешь просто собирать, а потом ты их тратишь на телепорты, на крафт и на все-на-все, да? Вот так вот надо взять, вот у нас в Sonic есть великолепные колечки, они его ускоряли. Нет, в Sonic никогда не ускоряли колечки, на самом деле. Ну, фактор, что цель игры, когда там надо было собирать колечки, да, типа... Ну, в Sonic никогда целью игры не было собирать колечки. Как это не было собирать колечки? Я же всегда по трассе бежишь и собираешь колечки. А какая же там цель? Пройти уровень, перейти на следующий. Только там рейтинг колечки начисляют же. Не, рейтинг не начисляют. Обычно в... Колечки не так сильно на рейтинге. Обычно время и там бадники всякие. Да, второе момент... Ева с кончиком хорошие друзья, да. Да, обратил внимание, в котором я обратил внимание, то, что оно респится. То есть фактически здесь можно, в принципе, собрать, типа, очень много их. Да, конечно. Ты можешь собрать их очень много. Экономику там внутреннюю или нет. Второй момент, это я зашел в инвентарь сразу посмотреть, что же я собрал. И что я первое обратил внимание в инвентаре, нет кнопки, типа, все. Показать все. Все, да, да, да. Это большой недостаток. Сразу категории, и я, короче, тыкал, но я понял, что это ресурсы. И вот здесь, да, есть какое-то описание там для крафта, создание цельного, простого самоцвета. Я, естественно, не знаю, что такое простой самоцвет, для чего он нужен. Вот, ну да бог с ним. Вот, далее. Конечно. Когда мне говорят, доберитесь до пещеры, я человек простой. Я если вижу мост, то я с него прыгаю. Ага. Первый раз я вот упал вот так, да, то есть я умер. Ну, типа, потому что там у меня было облачков и ничего. Но я знал, я знал, прочитав описание к виве, я знал, что, типа, можно прыгать по облачкам, да. А когда, когда мне дают возможность прыгать по облачкам, я это делаю. Вот, понимаете? Так. Вот. Еще, кстати, я не понял, почему на шифт нельзя ускоряться. То есть это какая-то специальная такая фича, что... На самом деле, скорее всего, можно будет ускоряться на шифт и, скорее всего, можно будет приседать. Да. По облачкам прыгать вообще весело, да, достаточно. Я пропрыгал там вообще на другие островки, вот, туда вот прыгал, там ничего нет. Понятно, что там ничего не задизайнано, вот, но на самом деле, я просто не уверен, что стоит в начале игры давать вообще возможность игроку вот так прыгать по облачкам и видеть, насколько у вас не задизайнены, не подготовлены другие островки. Вот, то есть я бы на самом деле постепенно все-таки давал игроку такие возможности и, конечно, в начале тутора я бы ему не давал здесь выпрыгнуть. И вообще, как бы, многие игры в туторе действительно делают специально выделенные локации, да, для обучения, то есть как у вас, да, но эти локации, они специально задизайнены таким образом, да, чтобы показать максимально возможное количество необходимых механик, да, но не выходить за их рамки. То есть свобода, понятно, это хорошо, но в начале игры это может вот, ну, оттолкнуть к мнению игрока. То есть ему, конечно, по-хорошему сначала вникнуть вообще, что за игра, что за предметы, как это все работает, а уж потом там прыгать по облачкам. Да, это совершенно верно. На самом деле, мы не убрали эти облачки и зря сделали, но вот ты начал свой рассказ с того, что в Зельде классное обучение и там можно побегать по этому плато, самому все попробовать, а тебя вот этот дедок будет направлять лишь. Это действительно очень хорошая мысль, и возможно, нам стоит в эту сторону подумать на самом деле. Да, потому что вот эти все тексты, потому что, ну вот даже ты. это все вчерашний день, плюс это проблема с локализацией, потому что вам придется весь этот текст переводить, да что вам надо. Они так ко мне подходили первый раз, я думал, что это монстры, особенно когда я поиграл в, ну, когда играешь вообще во всякие эти азиатские, там всякие, да, слаймы вот эти, милые на вид, как правило, они очень опасные, они начинают на тебя нападать. Да, таких тоже есть здесь. И здесь вот эта лезьбаг, она такая, типа, на меня как начала переть, я думаю, сейчас как гитары тебе дам, а на самом деле нет. Вот. И с ней вообще можно поторговать. Я, кстати, вот зашел. На самом деле, да, есть. И торговля, привет. Я такой, опа, а у меня денег нету, ну извини попрощаться. И я такой, а дай-ка я отберу у тебя шапку, типа того, почему нет, я могу это сделать, отобрать у тебя шапку. Вот, ну, на самом деле, конечно, никакой шапки в ней не будет, но в ней будет какой-то другой ресурс. Раз уж я начну ее бить, не будет ресурсы, которые ты сможешь купить, эту шапку, на самом деле, это довольно-таки злобно, так не рассчитано. Мы над этим островком планировали еще поработать, то есть. И еще, значит, такой момент второй. Я вот, видишь, когда разговариваем, я вижу выделение, да? Когда я бью, когда я бью, у меня нет выделения, вместо выделения у меня какой-то вообще конус, я вообще не понимаю, зачем он нужен, этот конус. Вот, у нас очень странные, вот здесь, хитбоксы странные, и странно, вообще оружие работает, то есть, когда я хотел выше ударить чуть-чуть, я понимаю, что я бью всегда по плоскости, и чтобы мне ударить выше, мне пришлось подпрыгнуть, и тогда я сбил. Ага, да, это действительно недоработка, и у самой гитары, у самой гитары есть косячок, во время второго удара они сразу засчитываются. Окей, это я не заметил. Мы только-только сейчас ввели эти гитары, на самом деле. И мне непонятно, зачем нужен конус, если честно, вот этой атаки, потому что, ну, типа, я бы, я, например, у вас нон-таргет, правильно? Да. И вот я бы пошел по пути Элдер Скроула, например, да, там, там типа тоже нон-таргет, там, когда ты в зоне, так сказать, удара, да, и направление совпадает, у тебя подсвечивается твой вот этот враг, как у вас обводка во время диалога, и когда ты бьешь, когда он подсвечивается, ты попадаешь. Соответственно, если ты отведешь и не будешь попадать, то он уже подсвечиваться не будет, ты по нему не попадешь. То есть, я вот этот конус убрал, конус совершенно непонятный, особенно он еще дает засветку на другие предметы, я, когда первый раз бил, вообще не понял, что происходит в смысле, вот, и мне он непонятен, он не отображает, я так понимаю, что он отображает направление удара, но он как бы фактически, ну, типа, на мой взгляд, вообще вводит в заблуждение, потому что обычно конус, это там ширина удара там отображается, да, или какая-то эта обилка на АОЕ, да, она типа тоже отображается в конусе. Да, с подсветкой хорошая идея, даже законспектировала на всякий случай. Да, так, Triumph Life, кстати, хороший пример, там, значит, у Тор, вообще, я впервые видел в жизни, на бумажках, то есть, там прям за рисунки, ты, зарисовки, ты берешь, короче, бумажки, собираешь на берегу, и прям в них зарисовано, как тебе, как что делается, это очень интересный ход, и избавляет вообще от писанины, и от локализации, соответственно, тоже, то есть, там все нарисовано нормально, а потом можно эти бумажки использовать в качестве растопки, например. Вот, далее здесь вот мне уже показывают облачка, это нормально, вот, но, конечно, здесь такая большая локация, все так задизайнано, но, вот, здесь я, короче, еще на это не обратил внимания, что у вас такое выделение показывает цель, да, но зато я обратил внимание потом, когда я прилетел вот сюда, и у меня все подсветилось, я такой, что это, блин, почему, как, как это работает, почему это так работает, в смысле, я вообще, короче, не понял, что у меня засветилось, я сначала подумал, что это баг, вот, ну, то есть, понятно, что когда ты пишешь собери камень, игрок понимает, как выглядит камень, да, и он, типа, его собирает, или собери березовую древесину, сосновую древесину, то же самое, ну, блин, знаем, как выглядит береза, как выглядит сосна, да, на мой взгляд, это вот лишнее, выглядит как баг, и вообще может ввести в заблуждение, я бы это нафиг убрал, вот, то есть максимум, что тут карты вот сейчас нет, но максимум, я хочу рассказать про вот конкретно этот момент, честно говоря, тут была такая история, мы тестируем на игроках, на новых игру, но иначе никак, и до того, как мы подсвечивали, они реже проходили это место, после того, как мы подсветку добавили, они начали чаще проходить, то есть здесь это было скорее статистическое решение, возможно, не такое лаконичное, как хотелось бы, возможно, над этим стоит поработать, чтобы это не выглядело как баг, но статистически люди начали лучше понимать, что от них игра хочет в этот момент, вот. Это понятно, но вот я говорю, если у вас дальше есть мини-карта, например? Мини-карты нет, есть карта. Вот, например, такие моменты решаются на мини-карте, да? Вот, почему у вас, кстати, мини-карты нет? Вместо мини-карты у нас сейчас радар и, собственно, стрелочки. Радар, пожалуйста, решайте вопрос на радаре, вешайте там значок, что нужно собрать в этом месте, и все, идти в управлении машина. То есть, вот эта подсветка, оно, ну, такое, опорное очень решение. Вот, второй момент. Я разогнался, надо немножко притормозить, а то... Да нет, нет, я, например, сижу вообще, как в кинотеатре, честно говоря, мне очень интересно. Не, просто сейчас мы быстро выжимем весь контент и так делать, типа. Короче, второй момент, а хотя он самый первый, я нажал на Z, чтобы поиграть на гитаре. Почему, черт побери, мне надо ее держать? То есть, окей, кастану. На ТЭП-сервере уже исправлено, теперь не нужно держать. Теперь ты нажимаешь, она играется. Вот, значит так, я люблю сэндбоксы, я люблю добывать ресурсы, да, но ваше решение показалось несколько нетрадиционным, то есть, чтобы добывать что-то, ну, во-первых, я не могу просто это бить, да, я ничего не добьюсь этим. У нас, у вас есть великолепная перчатка, да, которая позволяет добывать. Это девайс. Девайсы во многих играх есть. Астронир, No Man's Sky, тот же Цитадель Forge With Fire. Девайсы, это прекрасно. Они нам облегчают жизнь, они облегчают жизнь игроку. Но, у меня такой вопрос. Зачем нужно было делать вот этот кружок? То есть, понятно, когда ты копаешь, да, но совершенно непонятно, когда ты собираешь. То есть, почему нельзя было, просто, просто, почему я не могу просто навести на дерево и собирать с него резы. Потому что, это знакомый паттерн игрокам, и, ну, везде так сделано. Но мы с Ками... Это было бы довольно логично. Мы, на самом деле, просто думали о том, что перчаткой можно будет собирать сразу несколько ресурсов, типа, так, пылесосить, типа, попасть в дерево и камень и собрать. Вот такая идея была. А что вы, вроде как, ускоряете, точнее, облегчаете жизнь игроку, да, может быть, но это вот, говорю, мне было совершенно незнакомо и зачастую просто неудобный паттерн, потому что мне вот нужно собрать дерево, мне нужно прям навести вот этот кружок, да, я вот не могу отсюда, стоя, пил-пил-пил-пил-пил, популять и собрать. Мне нужно прям наводить, смотреть, чтобы он попадал и вот тогда только я, значит, собираю. Вот, второй момент. Я собираю ресурсы. Блин, почему они не всасываются, ребят? Ну, если вы хотите, вы вроде хотите упрощать, но всасывайте, всасывайте ресурсы, которые я добыл, перчатки. Это совершенно нормально, всасывать не зазорно. Потому что, например, в том же No Man's Sky это очень просто собирать ресурсы, просто стреляешь на каком-то расстоянии и у тебя все летит в тебя. Там даже не надо собирать вот, знаешь, несколько одновременно. Потому что все это происходит настолько удобно и быстро, потому что там, ну, как бы на это Ну да, это довольно прикольно. Прикольная механика то, что сразу собирается. Но здесь мы смотрели скорее на террарию и там это игровой аспект. То есть, там даже есть фотки, которые увеличивают радиус сбора ресурсов. То есть, мы решили, что это будет какая-то вот Я понял, это ваша вещь. Это можно, это можно, ради бога. И еще я обратил внимание, что вот я тут почему-то могу бить. А где его, блин, не могу бить? Вот. На самом деле, ему наносится воксельный урон, только сейчас не отображается. Это тоже особенности альфа, такие небольшие. Это все будет исправлено. Вот. Значит так. Про эту перчатку. А, ну вот. А вот в Citadel for sure's fire, например, там добыча, добыча, как вы еще можете решить, например. Там добыча, это скил. То есть там нужно прокачать скил, чтобы добывать именно магии ресурсы. То есть это фактически тоже можно в перчатке прокачивать и выбирать, например, как-то, да, ну у вас вот тут меняется управление фактически, когда я беру, да, перчатку. Это же можно делать и массовую добычу тоже можно делать, биндить на кнопки. То есть это можно на самом деле даже ветку прокачки сделать. Историю. Да, вполне. Вот, значит так, собирать все, копать здесь нельзя. В остальное я скажу. Вот, ну ок, я в общем-то здесь что? Ну да, собираем. Ты можешь пока рассказывать, если есть еще что-то рассказать, пока я тут собираю. Да, конечно. Лесы. Вот авто всасывание, например. Как ты говорил, почему нет авто всасывания? Про авто всасывание я уже сказал, это что это особенность игры, в которой мы вдохновились вот из террарии, что там есть поточки, которые увеличивают радиус всасывания ресурсиков. Да, ну я могу гипотетически понимать, почему в террарии еще ресурсы надо собирать, потому что они там еще падают, например, да, то есть это такой челлендж тоже создает свою обратную. Да, есть такое, но ты сейчас находишь, хочу обратить внимание, ты сейчас находишься в такой рафинированной локации, где не open world, а все-таки игрока, игрок со временем все в больший open world как бы приходит и в какой-то момент начинается чисто террария, но откровенно говоря, альтерия по задумке это просто ну типа 3D террария на самом деле, если так вот супер просто ее называть. Я понял. Тут вот тоже нет необходимости показывать кучу снаряжений, которые скрафтить. Совершенно точно, есть даже задачка на гитхэде. Как там было в гитхэде? Я сейчас нашел. Еще другой момент, вообще весь этот интерфейс вызывает вопрос, потому что вот здесь я когда навожу, я вижу соответственно описание, да, и вот тут, когда я плацаю, я уже описание не вижу, и я вот только сейчас его нашел, если я наведу сюда назначил. Да, если бы описание сразу отображалось, просто когда ты выделил, да, это хорошая. Так, я вот в прошлый раз я крафтил вот этот, который половина обрезана почему-то, вот, на этот раз я скрафчу, например, вот этот меч. Что я сделал, когда я его скрафтил? Я подумал, что, блин, сейчас я его экипирую, пошел такой оружие, а его нет. А он такой, бац, сам экипировался. Где он? И тут я нахожу вот этот раздел, когда это два еще слота оружия, то есть смотрите, почему обычно сразу не кладут, потому что игроку нужно подтверждение действиям, то есть он, вот я не понял, куда пропал меч, первый вопрос, куда пропал меч, точнее коса, я тут скрафтил косу, и косу я эту искал, и я скрафтил второй раз косу. Вот, то есть это закономерный вопрос, когда у тебя, когда игрок что-то сделал, но не было подтверждения этого действия, да, то это вызывает вопросы, типа, где моя коса, куда она делась? Ага, это хорошее замечание. Поэтому я бы сделал, тем более у вас экипируется правой кнопкой просто, поэтому я бы сделал уж на самом деле-то, чтобы, ну, игрок все-таки зашел, подтвердил, что он действительно скрафтил меч и вложил его в слот. Вот, далее это переключение слотов. У меня здесь вообще нигде нет интерфейса, никакого, что у меня есть какое-то еще оружие, какой-то слот. Да, к сожалению, его пока что нету еще, мы над этим работаем. Как опытный игрок, я, конечно же, первое, что сделал, это поскроил колесико. Вот, понятное дело, что, наверное, все так делают, но может быть нет. Ну, на самом деле, там будет интерфейс, который показывает, что ты можешь что-то сделать. Нижнюю часть интерфейса мы планируем переработать. Будет лучше. Кстати, я нашел забавный баг, если убрать гитару, нет, не так. Вот так, если я и... Ага, там будут анимации, анимации гитары с косой. Я, короче, какой-то кейс, вот я вот сейчас не могу воспроизвести, короче, какой-то кейс, у меня, она вот так стояла, как будто у меня гитара в руках, но на самом деле ничего не было. Ну, там было, а, да-да-да-да-да-да, есть такой баг, мы его фиксим сейчас. Ну, спасибо, второго, у нас в баг, репорт. Я тебе сказал. Дальше. По поводу еще сбора ресурсов. У вас здесь есть энергия. И в какой-то момент она кончилась, и я просто не смог дальше собирать ресурсы. Вот, во-первых, на самом... Да. На самом деле, она восстанавливается при помощи арбузиков, и тебе даже игра про это вот сейчас говорит, я же арбуз для восстановления энергии. Но, возможно, это... Я не увидел этот... можно подсветить? Можно подсветить? Можно подсветить? А мы планируем подсвечивать арбуз. На самом деле, это уже есть надо в сервере, и... Ну, все равно, хороший репорт. Спасибо большое. Так, про пушки я сказал. Ну, ладно, дальше пойдем. В общем, там все остальное вроде как дальше. Тут я вроде про все рассказал уже, про свои впечатления, так сказать, и про вот это все, про... А вот это то место, где мне надо было сломать. Я вот так бью, оно ломается. Я навожу, и оно не ломается. Оно не ломается. А это прям косичало. Ё-моё, блин. Это что, типа, надо вот так сделать, что ли, типа? Ну, оказалось, что да, я так, собственно говоря, сделал. Вот, опять же, интересно, я в мухоморную. Пока нет, но можно будет. Короче, все предметы, которые якобы, типа, должны быть интерактивными, и которые неинтерактивные, у меня вызывают, конечно, вопрос. В апдейте, в следующем, все предметы будут интерактивные. То есть, собрать можно будет и вот эти тентакли, и вот эти вот. Прямо сейчас нельзя собрать. Очень много хп, это сделано так, а вот. Вот, теперь мне надо бить тентакли. Вот, я, кстати, не совсем понял, как она, а, она, она ездит, ничего себе. Нет дэша. Вот как так? Вот есть конус атаки, а дэша нет. Я не могу увернуться. Да-да-да, дэш должен быть. Это прям, типа, ну, в таких играх. Мы подумываем о том, чтобы его, либо дэш, либо ускорение, чтобы ты мог нормально уворачиваться. Это хорошая мысль. А то это сейчас приходится просто лицом танчить. Во-первых, очень много хп ему дали в туторию, это может было два раза меньше, два раза меньше, просто, мне, не челлендж какой-то, типа, босс до файта, а, типа, просто надо убить тентакли, до ночи. И к тому же, я ее гораздо меньше бил косой. Что-то я мечом прямо сейчас вспотел, пока я ее бью. Да-да-да, там пока что цифры не очень хорошие. Да. Все, ждет награда, в конце пещеры прекрасно, все эти тултипы великолепные, вот, но я бы подумал насчет какого-нибудь спутника или еще каким-нибудь образом, но может быть... Да-да-да, на самом деле, знаешь, какая идея была? Вместо стрелочки сделать какого-то виспа, который будет спутником. Да, бац, и я переместился совершенно мгновенно. А назад работать нет, назад не работать. Все, тут я подхожу, значит, вот к этому парню великолепному, просто разговариваю с ним, он говорит, ты прошел испытание, сыграй для меня еще, заодно согреешься. Что? Сыграй для меня еще, типа... Эти тексты, они, короче, вот этот кусочек, он буквально недоделан. То есть, здесь даже, здесь даже ему играть сейчас не обязательно, так нужно будет, типа, прочитать то, что он просит тебя ему сыграть на гитаре, ты ему играешь, и дальше ты уже можешь переместиться в домик. Понятно, очень хорошо. Кстати, если ты сейчас ему поиграешь на гитаре, он будет танцевать, ну, это вот ради демонстрации. Я даже зажму Z и буду держать его. Музыка-то играет с гитарой или нет? Что-то я не слышал. Играют. Или это вот эта главная тема, это и есть музыка? Да-да-да, сейчас главная тема играет, но вот опять же, мы добавили нормальную гитарную. Я понимаю, вы вообще, конечно, взяли за амбициозный проект, потому что я слышал такую историю, что... Во! Смотри! Да-да-да-да. Как она меч держит, великолепно. Ласково так, ты мой маленький. Я тебе поцелую. Вот, короче говоря, я слышал тему, что, типа, нужно очень много денег для того, чтобы делать ММО, и вы, короче, делаете ММО. Вот. Совершенно верно. Второй момент, это вот эти два великолепных постамента. Я долго думал, ну, наверное, они должны чем-то различаться, да? Ведь их два. Я должен выбрать. Перенестись домой? Перенестись домой. Типа, я такой... Ну, ладно, а потом я закрыл диалог. Да-да-да. И, короче... Что же делать? Да. И все. И риф. Нет, понятно, это хорошее замечание, да. Да. Вы прошли испытание героя. Великолепно. Получите остров, чтобы построить базу и отправиться на Луну. Что? Луна? Да! Тут просто, на самом деле... На Луну что? Да. На самом деле, ты просто в Альфу играешь, и ты, ну, типа, из того, что тут не все есть в самом начале, ты не знаешь, что происходит. Я такой... Это вообще так странно. Да, выберите биом для вашего острова. Думаю. Ну, альфа-версия, ну, просто по красоте возьму, да. Ну, я взял заросли бамбука, но вот сейчас возьму беззезовые холмы, например. Беззезовые холмы. А вот мне предлагают дом выбрать, а ничего себе! Наверное, мне его нужно будет построить. Я такой, раз, выбираю дом. Есть. А тут рендеринг ворлд показывает 80-75. У меня достаточно мощный компьютер, но ваша игра достаточно долго грузится на нем. Как же бедные люди, у которых менее мощно играют, непонятно. И бас, и дом есть. Я такой, ну, блин, ну, ладно, хорошо, хорошо, дом есть. Зашел в дом. Нет, не зашел. Смотри-ка что, не зашел в дом. Я в прошлый раз брал с постаментом. Ага, понятно. Не могу попасть в собственный дом. Ступеньки одной не хватает. Сделайте ступеньку. Пошел посмотреть, что-то можно скрафтить. Ага, окей, понятно. Какие-то блоки, мне про это ничего еще не рассказали. Строительный верстак, наверное, нужен для строиста. Дальше пошел. Оп. Отлично. Типа тут оружие там, всякая броня, все, короче, крафтится, уровень 6. Великолепно. Дальше, наверное, мне про это все расскажут. Я, в общем-то, не запариваюсь. Стол. О, ништяк. Оп. Так, стоп. Это же стол. Почему здесь оружие, броня и типа всякое такое? Почему в столе, в прямоугольном столе я крафчу то же самое, что на верстаке? Я вот этого вообще не понимаю. Это не очень правильно. Мы просто сейчас поставили как заглушку туда тот же самый крафт, что на верстаке. Так там будет... Вообще ничего туда просто. Лучше бы ничего не было, чем вот это, ей-богу. Вот. По поводу дома. По поводу дома. У меня что записано? Ну, про вот создание оружия написано, я рассказал. Так, лично берем. Честно говоря, для меня сразу стало абсолютнейшей загадкой, почему вы даете юзеру дом. То есть, почему вы сразу даете игроку целый дом и его не надо строить? Блин, это на самом деле очень хороший вопрос и мы много с нашими, так скажем, партнерами обсуждали, нужно ли давать дом игроку или нет. И вот в итоге пришли к выводу, что нужно. Возможно, это не самая лучшая идея. Просто, да, ну, во-первых, ладно, окей, типа, сама необходимость дома, это, возможно, потом вы там расскажете, да, почему, то есть, пока что мне непонятно вообще, зачем мне нужен дом, но бог с ним, у меня есть личный биом, я люблю личные биомы, у меня есть дом, я люблю дома, особенно если это террария или там тоже старбаун, там есть, типа, вообще корабль космический свой, да, ты его разобрал. Вот, но, как бы, в большинстве игр, в большинстве сэндбоксов дом, конечно, никакого нет. И, типа, построить дом, это одна из вообще игровых целей обычно, да? Это такой, знаешь, первый, в первом приближении залог, так сказать, того, что юзер поставил себе цель, и он к ней как бы движется, он знает, что нужно делать. В среднесрочном перспективе это построить дом. Для чего построить дом? наверное, чтобы поставить там верстак. А для чего верстак? А для того, чтобы крафтить в верстаке, да? Вот. Поэтому это такая среднесрочная перспектива, она может быть обвязана как угодно, то есть это может быть и сэндбокс, в котором даже нет вообще целей, но и у игрока есть цель построить дом. У него есть рецепты, у него есть хотя бы блюпринт, то есть фактически что вы можете сделать здесь, на мой взгляд, это поставить блюпринт. Поставить блюпринт дома и дать возможность игроку собирать самые ресурсы которые вкладывать вставить в этот дом и вы обеспечиваясь таким образом сразу какое-то количество уже часов до игры игрока до достижения определенного прогресса например да вот этого крафтового стола которую нужно потом ставит в этом доме потому что больше он допустим нигде не ставится то есть вот такая вот мысль над этим в принципе можно подумать дом у вас как бы обеспечит уже какой-то уровень вовлечения и так сказать время игры просто стартовая для игрока он даже дальше он может в принципе там пойти по квестам или просто вот здесь попрыгать по другим островам пособирать ресурсы до для этого дома что-то вложить уже да вот это же ну это фаново это достаточно интересно это среднесрочная цель какая-то есть вот это что касается дома дальше призвание призвание у нас уже обе в общем да поэтому этот флаг я вообще не получит такое вот кстати до your home я вообще мы полностью берем на самом деле потому что да и не смысла про него разговаривать значит первое что я сделал это я конечно покинул дом у меня здесь вот я сразу карта мира до артина великолепная я кстати когда все портировался обратно я вот этого значка конечно же не заметил вот я так думаю ну а куда 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 собственно говоря тут 33 точки но наверно без разницы да поправь меня без разницы куда до телепортироваться лишь на или есть на самом деле изначально карта выделилась над фолдореном и там мигала эта штучка но видимо просто недостаточно заметно а мигала окей ну да она выделилась да безусловно но я-то прозорливый игрок да я я человек простой мне когда дают возможность отзумить я отзумлю и смотрю что там смысле вокруг ага я вижу в принципе что есть еще арена который тоже бесплатно мы потрачены скорее всего время просто в пустую если я туда или партию поэтому я конечно степоте без осуми бесплатно конечно да как можно отказываться так сказать когда предлагают телепортироваться абсолютно на халяву вот дальше вроде времечко у нас еще есть у меня в принципе осталось последней страничке я взял такой темп достаточно быстрый тут молю языком очень быстро вот хотя я сам смотрел вдумчиво конечно же все это просматривал больше сейчас год орус operus поговорить поговорить с арусом есть задание приватная зона установить строительный верстак кстати приватная зона это я так понимаю мой дом да узнать строить я туда туда что тогда не обратил внимание потом я увидел не понял где-то в общем f зачем мне ставить строительный верстак он же там есть да на самом деле это линейка строительства который мы просто не отключили еще поэтому приветствую меня зовут мэтр орбуса ты наверно пришел выбрать призвание конечно что это такое не знаю но я пришел это сделать да давайте я конечно диалоги никакие не читаю вот никогда практически есть только меня не сильно прям вовлекает игра вот это обычно знаете такое бывает только каких-нибудь типа супер сюжетных атмосферных играх когда ты типа хочешь почитать эти диалоги вот понимаю тут сразу вопрос я не понял а почему это блин статуи ага то есть почему это не не писи например ну то есть вот знаешь таких играх где нужно выбирать спек специализацию свою до проф или класс там есть иногда тренеры то есть стоят просто небеси точно такие же я тебя сейчас всему научу типа ну так везде делать на самом деле я тебя всему научу пожалуйста вот выполнить задание здесь же у вас почему-то статуи но статуи не простые говорящие они со мной разговаривают то есть чем обусловлен выбором почему это не не писи почему эту стату или хотя бы но не писи какие-нибудь божества если хотите пускай это будут и какие-то мега крутые на самом деле у нас в лоре есть божества всякие возможно было бы классно на них заменить типа он же типа бог но он там как бы есть пожалуйста но если хотите статуям как скорее тут ну тоже можно конечно но там типа они просто благословляли там нет таких вот каких-то диалогов да с богами обычно к этом была какая-то интеракция с богами они как бы были на тот же не там сумасшедший бог он тоже как бы есть да и дедрический там вот этим все всякие божества это же там были по плоти так сказать поэтому типа через стату это не так иммерсивно не так интересно пожалуй как общаться все-таки с живым персонажами на мой взгляд конечно будет сам онер стела да расскажи и она мне тут стену текста абсолютно одинакового просто выдавила у вас есть возможность вставлять сюда картинки я дальше это увидел к дополнял квест когда мне рассказывали про порталы были две картинки блин портала и я сразу типа понял да соотнес чё с чем здесь мне нужно очень много читать бой особенно вода вот это мне нравится магия не обязана разрушать уничтожать многим гораздо больше нравится сдавать только потом при уничтожать создавать то потом уничтожать это смешно на самом деле матме у нас отмечено что диалоги которые в этой версии этот самый большой косяк нашей игры и хотим точнее как мы их уже переписали вот эта вся цепочка квестовая которая после обучения она будет вообще другой но комментарии потому что сейчас все равно будут полезны молодежь раз да по поводу вот этого ну то есть это понятно это призыватель типа кто там рует варлок до типа призывали существ в этом сказано про существ вообще только последнем предложении последнее слово существ обычно призывают то есть вот из этого всего текста вообще непонятно ну и только может отнести что призывание это призывает на типа то что существ призывать я буду себе это вот только последнее последнее совершенно предложение это нет я типа хочу сначала узнать других призваний зачем мне блин стоять тут короче соля стачки это понятно это воин, тут в общем-то, что тут воин, он и в Африке воин тут далеко вообще ходить это, я так понял, что маг, правильно? демолишер демолишер я видел, что там у вас в трейлере кидали фаербол и там земля взрывалась на кучу, типа вокселей, вот, и так далее демолишер, понятно, это маг а вот этот господин, я честно говоря не понял, кто это, архитектор он называется архитектор, но он мне рассказывает, что навыки с рукопашного боя и магические приемы в ближнем бою, и я такой типа, блин, ты же архитектор ты же, типа, ты строишь, наверное почему ты, типа, мне рассказываешь про ближний бой, вот, я... на самом деле да, я могу рассказать в двух словах, тут текст, конечно совершенно дурацкий, попросила бы, ну, типа, на него даже не смотреть, архитектор извини, перебью немножечко, я вот вижу, да, что когда просишь подробнее рассказать то он, типа, тебе показывает вот это вот архитектор, извлекать архитектор это монг, да, я понял, что это монг, но просто почему он называется архитектор, ну, зависит от... а он умеет создавать на ходу всякие объекты, например, вот аэроплатформ, которые сейчас тебе показывают... понятно, но я, конечно, это не прочитал, это очень сложно читать для меня в новом возрасте, это мне надо быстрее, очень мало времени, понимаешь мне некогда вот это вот читать пожалуйста, вы видите мне, блин, окно в котором, блин, написаны его обилки, да, значки до которых я могу навести и просто прочитать то есть без вот этих лишних кнопок я сам там наведу куда надо и потрачу времени столько, сколько нужно, да как это сделано в СО, например, да там сразу окно появляется у тебя ты при выборе класса все иконки его там навыков начальных, да, ну какие-то есть, да как это сделано в Бадлургейте в новом как это сделано в Дивинити, например, да когда ты выбирая какой-то класс персонажа, ты видишь уже начальные его стартовые навыки, ты можешь как бы быстренько их отсмотреть и все ничего больше вот этого не нужно выбирать и вообще непонятно, ну то есть почему вы не выбираете вообще все эти классы прям сразу при создании персонажей то есть для чего вот эти вот нужны вот эти вообще хождения, тут с ними разговоры ну это такая, знаешь, данное уважение сэндбоксу когда ты типа во-первых можешь менять как-то, как угодно классы я так понял, у вас здесь тоже можно поставить у себя дома если ты их раздобудешь есть секретные стеллы например, Трикстер тут не стоит ты можешь его добыть если там еще одно призвание будет достойно вот и там да, можно менять можно прокачивать там всяк по-всякому типа и там не знаю, как у вас здесь есть вообще что-то прокачка или нет вот и потом, значит, эти руки я как бы каменные руки уровень 1 окей, cooldown есть а energy cost есть а что они, блин, дают нету, то есть что это за руки они что тут, например, написано атака скейл 100% атака скейл 25% что дают руки мне вообще непонятно кроме того, что они просто появляются ну, наверное, они увеличивают урон да, или что-то в этом роде на самом деле, если комментировать короче, с локализацией тут еще работы довольно-таки много мы прямо сейчас активно над этим работаем поэтому сори, что тут нету этих этих штук так же, как и архитекторы это, пожалуй, наверное, самый спорный класс над которым мы пока что еще думаем скорее всего он будет он станет гораздо с большим уклоном в строительство всяких штук да, возможно, он еще стоит поначалу 3 оставить потому что нужен ли он вообще ну, то есть, блин сущность для того, чтобы просто было знаешь, она такая нет, это не точно не для того, чтобы было архитектор вообще не для того, чтобы было хорошо у нас можно строить в игре и было бы круто, если бы был какой-то класс, который строительством как-то помогает своим союзникам например, у этого парня открываются на следующих уровнях всякие там типа столбики, которые восстанавливают здоровье или там повышают урон по целям так же можно поставить под своего союзника этот столбик и типа поднять своего союзника вверх вот, например, сейчас попробуй прыгнуть и нажать на Е видишь, ты можешь так передвигаться между островами еще попробуй она потом исчезнет наверное, если бы прочитал то я бы понял, насколько это круто ну, это реально прикольно это классно здорово имеет смысл записывать какие-то тут реальные ролики не тут реальные просто такие типа мини-трейлеры с представлением обилок или этого класса мы как раз этим уже задумались и уже начали это делать просто тоже видеоконсент это не самое простое не самое такое доступное но мы как раз я думаю где-то примерно две недели назад это уже подняли то есть идея такая была и потому что у нас и вправду была проблема с текстом и мы знаем то, что люди читать вообще особо больше не любят и зачем вообще мне читать огромную кучу текста просто по себе это понимаю и знаю мы решили вопрос решать пока что в видео еще я сразу покажу вот мне очень понравилось как выглядит у вас вообще подсветка зоны да это удобно достаточно я сразу понимаю вижу куда я чего кастую да то есть ну мне понравилось это удобно вот один сейчас я на кью не ожидал конечно что я атакую я на кью ожидал отмену если честно не знаю почему но я на кью почему-то ожидал отмену не знаю почему может это лично я понимаю почему кстати я ожидаю отмену вообще как это отменить это невозможно отменить блин это вообще и escape нажать ах escape я должен тянуться до эскейпа ну блин короче это не это не очень удобно если кратко говоря дальше знать что у меня ну вот выбор зон я сказал достаточно удобно по поводу вообще этого кд я когда первый раз применял я что-то короче не было звука кд как будто я не понял что у меня когда спала оказывается он есть это бульк вот а я еще в тот момент рубил что-то и собирал ресурсы я думал то они так всасываются с бульком прочь бульк в качестве звука сброса кд ну на мой взгляд что-то и очень подходит тут и конечно ни с кем не разговаривал типа окей он прекрасный великолепный господин он сама поговорим поговорить стреки реки вот этот персонаж которыми говорил когда он не рассказал там про телепорт какие-то вот я наш их нажала у меня билка как общение кого-то выйти по под консоль на какое-то управление мы добавили джойстик просто его сейчас нету в этом билде но теперь в элитарио можно будет играть джойстика вот тут платформочки платформочки вот почему-то я тут подпрыгнул нам потому что там облачко на платформочку зашло продавец душ вот они что-то рассказывать наверно про души да может быть я конечно же как искушенный игрок ничего не прочитал вот я вообще не очень тут люблю читать в принципе я даже когда не знаю как играть я сам потом исследую как это играть может быть на игра меня она за это накажет но я вот не любитель читать именно туториума мне как-то надо визуально все пока вот установить связь сердцем эльтерии вот я знаю что восстанавливаю связь сердцем связь установить надо и тут мне приходит на помощь навык архитектора совершенно великолепный который я взял а вот если я не взял я выпрыгнул оттуда пришлось бы лесенку найти там есть она там есть вот я на этом месте установил связь с сердцем эльтерии чтобы это не значило и решил вернуться домой я нажимаю ага такой были что нельзя так а как вернуться домой но я случайно до того как установил связь с эльтерии поражал на этого господина у нее стиле паха я случайно увидел что да можно телепортироваться через него я телепортировался через него все нормально но потом оказывается есть телепорт в перчатке и для меня это было вообще я такой я даже записал почему сейчас почему тебе рассказать нет почему бы не сделать телепорт домой типа обилки или что-то нет просто прожатием кнопки прожал кнопку телепортировался все это же дом почему переключение между интерфейсом и перчаткой мы обязательно уберем то есть вот этот вот худ снизу он будет переработан обязательно этого это хорошая замечание и вот я короче нажал дом конечно же дом бах и пошел к д я телепортирую все великолепно и вот интересно посадить сейчас бак или нет очень интересно пока загружаем артем хочу напомнить что у тебя осталось минут это уже конец ослаб это уже конец ничего сегодня оценку тела игры да и короче я проваливаюсь в полигоны у меня прошлый раз дом был с постаментом и я поэтому прямо прямо под него провалился сейчас постамента нет я чуть-чуть ну торчу из земли вот и все на этом как бы конец парам-парам-пам заключение что я хочу сказать я в общем достаточно много рассказал всякого да по ходу игры но что я хочу сказать заключение заключением мне как игроку и как дизайнеру тоже не совсем понятно вообще какие цели ставит передо мной игра мне пока не абсолютно непонятно долгосрочной перспективе вообще какой будет геймплей да совершенно непонятно что что как для чего мне объединяться здесь с людьми какой будет групповой геймплей я понимаю что у вас наверняка на все это есть ответы но я просто как игрок я их не вижу пока да даже то что я говорил про дом это очень хорошая среднестрочная цель которая явно просто маячит перед игроком вот играй чтобы построить дом хотя бы хотя бы так для таких как я которые не читают сюжетные не погружаются в начале игры которые хотят просто пощупать что это да я не особо погрузился сейчас в уже так далее вот но игра грубо говоря она не особо способствовала прямо на мне прям погружала меня что вот по блин почитай здесь так интересно диалоги там великолепные задания прекрасно но спасибо на том что не как в альбионе меня первым первым к весте попросили убить зайцев абсолютно милые создания просто прекрасные зайчики которых меня просто попросили уничтожить я не знаю зачем я просто удалил игру ну я не убиваю блин зайцев просто так знаете если это были зайцы демоны вот поэтому на долгосрочном вам стоит подумать и хотя бы вообще ну поставить перед экранки цели чтобы он хотя бы в реально вовлекся да в игру то есть я так понимаю раз вы про ретеншин написали видим как проблема с ретеншином существует правильно конечно говоришь очень четкие вещи вот это наша проблема которую мы решаем уже какое-то время фидбэк ну а фидбэки можно говорить бесконечно тут все настраивается типа просто field от игры вот как я говорил ты типа пытаешься ударить дерево на не ударяется какие-то объекты все-таки ударяются вот это все-таки консистентности больше стоит добавить вот и по поводу разрушаемости хотелось бы вам сразу предостеречь короче когда есть у тебя короче кланы и какой-то там блин забыл термин который обозначает в конце игры gameplay and game game блин просто с головой лицу вообще короче есть какой-то эндгейм особенно связан с кланами спас со строительством то далее короче терраформирование это может быть просто реальной жопой придется его либо запрещает либо еще что-то очень вы держите в уме что вот это может быть у нас побольше либо побольше про то как запланировано терраформирование относительно эндгейма но сами увидите когда мы это доделаем я застрял есть кнопка застрял и куда на 40 секунд серьезно ребята я застрял 40 секунд да кто ж так делает господи боже мой ну 40 секунд я застаю вот ну все на этом общем то мой доклад окончен спасибо внимание артем спасибо ева и рудольф за то что предоставили артему такую пищу для размышлений интересно от себя добавлю что да было бы классно видеть в этой игре побольше таких эпических моментов вот и надеюсь что вы все замечания примете да спасибо очень интересно было на самом деле послушайте тоже смешно в некоторые моменты я максимально сдерживался как бы очень много чего мы и правда запланировали на доработку так и есть но очень много чего даже мы не думали с моих сторон поэтому было классно